Привет всем. Я зовут Артем Шахов. Я провожу отделом по работе с партнерами, партнерским отделом по компании Кокосов. Кто знает про этот вопрос, что это слышал, знает, видел, есть понимание, как это? Ну, с вашего позволения, я немножко расскажу про группу. Там сейчас свой вариант этой компании, физически существующая, реальная группа компаний. Мы находимся все в одном месте, в Москве, в штате порядка, ну, больше полутыщи человек, сейчас примерно, наверное, близко к 600 именно штатных сотрудников, которые находятся все в одном месте. В Москве, по адресу Ленинская Свобода, там, 19, район 1, добро пожаловать, пить чай, будем рады вас видеть. Почему именно так сделана группа компаний? Там, 3 года назад примерно произошло слияние. Слияние узкоспециализированных, узконаправленных компаний в одну группу, что позволило и позволяет на данный момент вести комплексные проекты вне зависимости от цели и задач проекта. То есть, по сути, можем реализовать любую задачу, поставленную перед нами любым бизнесом, который к нам приходит, который готов к нам в свою бизнес доверить. То есть, есть компании, которые специализированы по контексту, которые занимаются только контекстом. Есть компании, которые... Есть и разработчик у нас в группе компании WebProfi. Есть компания, которая SEO, продвижение сайтов осуществляет. Есть те, кто работают с репутацией в интернете. То есть, это работа с отзывами, это управление репутацией в социальных сетях, это работа с лидерами мнений, блоги и так далее. То есть, ну, композиционно у нас тоже очень сильный блог. Можем закрывать вам очень такие сложные довольно-таки задачи. Скрытый маркетинг вести. Есть аналитический отдел очень сильный, коммерческий аналитики отдел, который как раз позволяет иметь у нас в портфеле проекты, где мы привязаны не просто с оплатой за лиды, там, CPE-формат так называемый, а и проекты CPE-формат, то есть, с привязкой к проценту от продаж или к какой-то фиксированной сумме от каждой продажи. Ну, допустим, сайт какой-нибудь гипермаркет, у них есть разные категории товаров, где-то у них маржинальность побольше, где-то поменьше. И вот мы выдвигаем, что там на микроволновой печи у нас, там, 15 рублей с каждой продажи, сейчас цифра с потолка, да, а на холодильнике 30 рублей с каждой продажи мы себе забираем. Есть такие проекты в достаточное количество, это крупный e-commerce в основном, где мы привязаны к оплате за продажи или процент от продаж. Единственное там условие, мы очень глубоко интегрируемся в бизнес, вплоть до контроля ребят, которые там, ну, в отделе продаж работают. То есть у нас есть право уволить там сотрудника. Понимаете почему, да? Мы провели колоссальный комплекс работ для того, чтобы привлечь лид, сгенерить его во что-то, да, и менеджеры, если вложают, то мы теряем прибыль, потому что наш заработок там дальше в продаже, да? У нас есть право, мы слушаем звонки, уволить сотрудника этой компании, и, ну, практически без объяснения там причин. То есть это одно из условий в части таких проектах. В самой компании, в группе компаний я еще раз напомню, 3 года. В группе есть компании, там, такие уже старожилы рынка, такие как DPD-компания, ей, говорят, в 14, по-моему, лет уже. Компания Кокос, 10 или 11 лет компании. Есть компании помоложе, такие как лидеры, там, в контексте рекламы и аэромедиа, 5 или 6 лет компании, по-моему, никому не точно. Ну, в общем, экспертизы достаточно для того, чтобы мы могли сейчас вести, из штата, экспертизы достаточно, чтобы мы могли сейчас вести на данный момент 2,5 тысячи проектов в работе, вот на сегодня. Есть комплексные, есть только по контексту, есть только по репутации, ну, в общем, абсолютно разные компании. Я в компании в этой работаю 2,5 года. В интернет-маркетинге тоже примерно 2,5, ну, там, чуть больше 3 года. Поэтому сегодня я приехал к вам по приглашению поделиться с вами своими знаниями. Знаниями с точки зрения продвижения, развития бизнеса, да. Вы делаете некий продукт, без которого развитие бизнеса через интернет невозможно, да. Вот сам процесс развития мы уже тоже, мы тоже осуществляем. Я сегодня вам расскажу, моя цель, личная задача приезда, попиариться немножко, да, потому что видео потом будет на сайте Артемия Вести, у меня тоже важно, про качество своего бренда, да. Ну, мы за честность, да. Кстати, еще один из важных критериев группы компаний, мы дальше немножко про это поговорим, честный маркетинг. То есть вот если в нашей сфере можно применить это слово, да, максимально то, что можно вложить в это слово честный маркетинг, оно сюда вложено. Есть прям реально жесткие критерии ведения продажи, которые не позволяют обещать, гарантировать, там, не знаю, золотые горы какие-то, лишь бы продажа состоялась. Это прям строгий запрет, вплоть до того, что когда подписывается договор и передается в работу, у нас есть там, ну, такой процесс анализа, как он был продан. Если мы сформировали неправильное ожидание у клиента, и он ожидает вот столько, реально в проекте можно выполнить вот столько, то этот проект рубится. Или еще раз перепродажи, то есть мы объясняем клиенту, что, ну, в твоем случае, возможно в течение полугода вот так, в течение года вот так, но не вот так. И если это получается, тогда да, сделка вот переходит в производство. Если не получается, то, ну, мы отказываемся за возврат денег. Это сделано для того, чтобы иметь возможность вести как раз вот эти две с половиной тысячи проектов в работе и плюс срок жизни, средний срок жизни клиента 6-8 лет внутри компании. Это очень классный показатель на рынке. И при этом у того есть. Есть, ну, скорее там, у патиковых студий, которые уже взрослые, да. Понятно, что у молодых компаний не может просто такого возраста, потому что у него всего три года на рынке существует. Вот, сегодня я с вами, мы с вами, я очень попрошу вас помогать мне делиться с вами опытом и экспертизой, задавать вопросы, когда что-то непонятно. Прямо можете перебивать, я спрашиваю, и давать какую-то обратную связь, там, да, нет, там, мне интересно, интересно было, давай еще там. Ну, то есть, какая-то обратная связь, я очень попрошу, помогать мне или часто со мной подумать. Ну, там, семинары, крести, какие-то так называйте. Тема, кто помнит тему этого семинара и почему сюда пришли вообще, кто мне скажет? О чем сегодня мы будем разговаривать, кто помнит афиши? От классных сайтов. От классных сайтов, так. От продвижения этих сайтов, да. От продвижения этих сайтов, да. Еще? Ну, цели, это правильные. Правильные что? Основные цели. Правильно написано, круто, молодец, да. Основные цели. Семинар у нас называется «Правильный сайт», «Умный сайт», «Красивый сайт», где мы побеседуем поэтапно про то, какие вообще цели бывают в интернет-маркетинге в целом. То есть не просто цель создания сайта, а некая глобальная цель вообще выхода компании в интернет или развития компании в интернете. Поговорим про то, какие существуют стратегии достижения этих целей. И закончим, постараюсь побольше времени уделить тому, как сделать, я написал в афише «Умный сайт», да. Что такое «Умный сайт» с точки зрения SEO, да, важное добавление. «Умный сайт» с точки зрения SEO. Мы поговорим про SEO, что это такое, с чем его едят, зачем оно нужно и каким должен быть сделан сайт так, чтобы он потом реально приносил деньги при помощи органической выдачи. Если я какое-то слово буду, давайте поговорим с друзья, если я какое-то слово назову непонятно, ну прям не стесняйтесь, пожалуйста, переспрашивайте, да. Мало того, если вы мне какое-то слово в процессе нашего общения скажете, я тоже вас не постесняюсь и переспрошу. Хорошо? Круто. Расскажите, кто сюда пришел вообще, чтобы понимать, на каком языке разговаривать, как давать информацию, кто пришел. Как директор. Классно, как директор. Как зовут? Тимур. Я не по-настоящему, я по-настоящему не знаю. Классно, меня Артем зовут. Привет, Тимур. Привет. Да, кто еще, да. Какие функции выполняете в компании, чтобы мне было понятно, как с вами разговаривают? Все есть. А? Все есть. Все есть? Да. То есть это вся студия Артемия Дёхова. Где остальные 500 человек? Ваши должно быть много. Хорошо. Это не продавцы, дизайнеры, программисты, да? И logic-менеджеры. То есть все мы здесь есть, да? Хорошо. Давайте так. А, кстати, крик-чат. И я... Мне нужен был крик-чат. Ладно, сейчас повернется. Давайте про цели в интернете. Это, наверное, больше вопрос к Татцам. Есть продавцы здесь, кто продает? Классно. Как тебя зовут? Ярослав. Ярослав. Да, меня Артем напомнил. Привет, Ярослав. Ты на этапе прямо на передовую продаешь, да? То есть приходит там звонок, вид входящий или по рекомендации кто-то приходит. Куда? Да, то есть ты прямо там формируешь договор, продажа, сделка и пошел дальше производства. Так. Ага. Давайте тогда... Ну, остальные тоже могут подключаться, да? А мы с Ярослава начнем. Какие цели, как правило, сталкиваешься в работе? С какими целями? Звонят тебе и говорят, мне нужен сайт. Да? Задаете тебе вопрос, а для чего вам сайт? Или... Как это выглядит? Да. Как это выглядит? Расскажи. Какие цели отлично ты слышишь от клиентов на этот вопрос? Какова задача вообще? Что хотите? Зачем вам там? Ну, как правило, бывает три. Чтобы продавалось больше. Чтобы люди понимали, чем мы занимаемся. И секретные компании, которые прошедшие футболы. И... Ну, и не столько их просить. Угу. Только статусная вещь с количеством. Начало с продажи, да? То есть там первое, что ты сказал, это повысить количество продаж. А завершил ты, ну, такое яркое завершение, это там повышение лоярности бренда за счет нового дизайна. Ну, нового сайта, да? Свежего сайта. То есть там повышение там лоярности бренда, узнаваемости бренда. Угу. Угу. В общем, продвижение в целом, как некий процесс ORE осуществляется, ну, практически на 90% сайтов, да? У нас сайт создается для того, чтобы он продавал. Ну, логично. Его надо... И что-то с ним надо делать с этим сайтом для того, чтобы он продавал. Как правило, в 90% случаев на этом сайте должен быть трафик. Да? Ну, без трафика он как-то что-то там, ну, просто будет и все. И вот для того, чтобы этот трафик был, как правило, используется такой термин «продвижение». Какой-то вот, наверное, для вас и для создателей сайтов это какое-то, наверное, такое термин. Или было обучение, или знаете, или, может быть, кто-то работал в продвижении. Есть такие опыты? Есть. Есть? А где работала? Ну, я тогда работала на конец, и тогда спросила, что готовы туда забыть, где он, по-моему, так далее, если бы вы были с первыми учеными вовремя, вы были? Это сколько лет примерно назад было? Десять лет. Десять лет. Ну, десять лет назад можно было вот так тонну ссылок взять, вот так на сайт Баркера, и все, и забыть про него. И он там дальше стрелял в топ и висел в топ, там пока кто-то больше ссылок на свой сайт не повесил. Сейчас все по-другому. Сейчас с точки зрения SEO мы там попозже прием к этому вопросу. С точки зрения SEO все интереснее. Это большой комплекс аналитических работ, там, бла-бла-бла. Цели. Смотрите, основной целью любого сайта, ну, как вы правильно сказали, повышение продаж. Есть сайты в разных направлениях, да? Когда ко мне приходит на продвижение, ну, вообще, приходит запрос, так назовем, да? Не имеет значения. Он может быть как на создание сайта, так и на его продвижение. Приходит, допустим, такой запрос, мы хотим продвижение. У меня это звонок того, что человек, ну, не до конца понимает вообще, что ему нужно, да? Нет конкретной цели. Давайте пройдемся по конкретным целям, которые вообще есть в нашем с вами бизнесе. Вот с точки зрения и сайта, и его продвижения, да? Конечный результат. Именно интернет-цель. Давайте вспомним, что это такое. Количество трафика. Важно? То есть 100 тысяч трафика в месяц. Это цель. Почему? Количество прибыли. Маркетинговая. Я сейчас говорил социально. Именно маркетинговая цель. Не бизнесовая цель. Бизнесовая, да, там ROI, там LTP, там количество прибыли, там средний чек, там позиции в чеке. Там очень много показателей, которые касаются именно, ну, такого бизнеса, да? А вот именно про маркетинг, если мы будем говорить, да? Вот сайт и маркетолог, да, с которыми нам там, ну, чаще всего приходится общаться, если это средний бизнес и крупный бизнес. Как правило, мы общаемся с маркетинговыми службами и маркетологами. Трафик важен? Почему? Да. Да, конечно. Я не совсем просто понимаю, у меня какая разница есть, там, 100 тысяч человек или 50 тысяч человек. Тебе как человеку, который создает сайт? Нет, у меня это бизнесмен, который хочет... Как предпринимателем. Как предпринимателем. Смотря за что ты платишь. То есть, когда ты платишь за, допустим, лиды, да, вот, ты пришел на продвижение с оплатой за лиды. Тебе, естественно, абсолютно все равно, сколько у тебя там трафика будет на сайте, хоть 0. Ну, это замок, это корзина, оформленная корзина до конца или опт, да, подтверждение крайней, там, нотка. Это заказ обратного замка, форма на сайте, да. То есть, любое действие, которое должен сгенерить сайт для того, чтобы состоялась дальше продажа. Понимаешь, да? Когда ты оплачиваешь вот как раз за лиды, то теоретически мне действительно все равно, сколько у меня трафика на сайте. Ну, ты мне просто лиды дай, а откуда ты берешь трафик, какой тут трафик, мне абсолютно все равно. Но когда ты привязан, или у тебя, допустим, в штате есть маркетолог, которому ты платишь какую-то фиксированную заработную плату, да, вот ты, как предприниматель, нанял маркетолога, не используешь аутсорс компанию, ты платишь инфикс этому маркетологу, то ты, естественно, будешь снимать. Самый главный для тебя показатель прибыли. При условии, что у тебя очень правильно отстроена вся аналитика. Это тоже мы чуть-чуть затронем. Привет тем, кто присоединился чуть-чуть по позе. Меня Артем зовут, я из группы компании Коклас. Спасибо, что пришли. Мы разговариваем про цели в интернете. Это ДПД один из сайтов, которые вы нам делали. За что вам спасибо. Один из сайтов наших. Ты давно работаешь? Я давно, но я с этим работаю. Но ты это не видел, нет? Тоже не ты виноват, да? В общем, мы сегодня разговаривали про цели, которые существуют в интернете с точки зрения продвижения и с точки зрения развития бизнеса. Я их делю для себя, я для себя. Делают цели маркетинговые и цели бизнесовые. Они не подключаются. Для маркетолога важен трафик, количество звонков, количество корзин оформленных, конверсия на сайте. Может быть, с него спрашивают еще возвращаемости. Тоже такой показатель, когда у нас продукт, допустим, запчасти, шмотки, пицца. Не знаю, все то, что мы постоянно покупаем. Важно, у каждого ресурса такой показатель, как LTV. Это то, сколько к нам за год вернулся этот человек, и сколько он у нас денег потратил на продажерные покупки, точнее наши цели. Есть бизнесовая цель – прибыль, да? Причем чистая. Даже не интересует, да? Приважно, сколько чистых денег получили. На карте, как Артемия Лебедева, да? Вот эта прибыль – она самый важный показатель. И, как правило, если я от Марии зайду, которая семинарная. Могнешь, мне пришел, мне очень нужно. Если неправильно поставлены цели на продвижение, то вот эта цель – бить прибыль – она полетит. Она не состоится никогда. Поэтому есть такое понятие, как воронка. Ну, все знают, наверное, да? Воронка продаж – существует такое понятие. И есть такое же понятие в интернет-маркетинге. Вот это воронка. Здесь, наверное, верхние планки у нас бюджет. Потом у нас идет теоретически все равно будет трафик. Количество трафика, которое мы за этот бюджет получили. После трафика у нас идет количество действий, которое сгиблили нам сайт от этого количества трафика. После видов у нас, ну, давай так, там отдел продаж, например, да? Ну, дальше появилась уже внутренняя кухня клиентов. То есть, что происходит с этим видом? Количество принятых звонков, потому что там могут быть количество упущенных звонков, да, или принятых звонков. И сколько из этих звонков там дальше встречи, или коммерческие предложения, договор, и после договора деньги. Да, то есть вот это вот воронка, где бюджет на рекламу и вот прибыль от этого бюджета. Так вот, очень часто люди, которые не до конца понимают, как правильно ставить цели, они вот просто выделяют 100 рублей бюджета, не понимая, сколько это реально принесет им денег. Понимаешь, я что не говорю? А можно, и мы это делаем, можно реально помочь человеку разоваться? Мы задаем вопросы. Окей. Сколько ты сейчас денег тратишь? Давайте круглыми цифрами разговаривать. 100 рублей я трачу. На что ты их тратишь? Куда? На контексты. 70, на SEO 30. Сколько тебе дает контекст звонков? Там, x звонков, 10 звонков, да? Сколько тебе звонков дает SEO? Там, или 3 звонка дает. И тут я, как правило, задаю вопрос, а при помощи чего ты это отслеживаешь? Кто знает, что такое полтрекинг? Круто. Спасибо. Есть система, которая позволяет нам видеть, откуда пришел тот человек, который позвонил. С какого запроса. То есть не просто там Яндекс, или Google, или контекст, или органика. Мы видим, откуда вообще, какой запрос он сделал. И это очень важно. Потому что есть запросы, ну, например, сегодня была встреча. Ребята занимаются стейдами. Они реально толкуют, ну, мясо, да? Там мраморная говядина, там куски что-то по 15 тысяч, по 20 тысяч. Ну, вообще, это сумасшедшие деньги, как бы, за кусок мяса. Но оно, как куда-то там из-за выбрали. И их считается в этой сфере, в их культуре, я это так бы себе назвал. Вот культура целая, да? Считается очень, ну, вкус. Вкус престижный мясо. Вкус ко мне мяса. И есть такой запрос, купить мясо. Мясо цена, мясо с доставкой, да? Вот, ну, непонятно, в органике для того, чтобы их выдвинуть в органике, ну, при помощи СЕО-продвижения. В ТОП-10, как бы, больших усилий теоретически не надо. Потому что, ну, это не, там, давайте, мебель, не диванами они торгуют, не высока конкуренция. Она есть, но не высока. Полгода мы их поднимем. Вопрос надо ли? Да, вот надо ли этой компании присутствует ТОП-3, ТОП-1 по запросу мясо с доставкой на дом? Или купить мраморную говядину? Так, тоже, ну, непонятный запрос. При помощи только, когда... Мы на встрече, да, с ним обсуждаем, что, как, надо, не надо. Мы тебе предлагаем, ты будешь брать, ты будешь. Он говорит, ну, я не знаю, как это сделать. Единственное, на что мы можем опираться, это на цифры. Только цифры нам смогут сказать, насколько для него этот запрос рентабельный. Что такое рентабельный запрос? В месяц он может тратить за то, что мы его уже вывели в ТОП, в месяц он может тратить, там, 10 тысяч рублей. Из этих, из-за того, что он находится в ТОП по этому запросу, у него может быть, там, 15 лидов, да, дневницы, звонки. Ну, у него такой продукт, через корзину он редко продается, там, в основном, через консультацию по телефону. И если у него правильно отстроена статистика, ну, аналитика, прошу прощения, аналитика, да, то есть у нас стоит полтрекинг. Он интегрирован в Google Analytics обязательно, там, тот же самый полтачки в Google Analytics интегрированный. И все еще интегрировано с какой-нибудь CRM-системой. Ну, в его случае, там, простенькая CRM-система должна быть в виде, там, например, Amazon CRM. Когда мы видим, что вот этот лид сыграл у нас в итоге в первичную продажу. И по итогу месяца мы можем сказать, что из этих 15 лидов у нас состоялось, там, 3 продажи, реально 3 продажи. Которые со средним чеком, там, в 7 тысяч рублей, маржинальность, сейчас вы видели, да, тормозите, если что. И маржинальность, там, в 50 процентов. И мы четко видим, что данный запрос реально сгенерил нам 5 тысяч рублей прибыль. Хотя мы не сомневались в том, что он вообще нам подходит. Только при помощи статистики, при помощи цифр можно сделать вывод. Почему я эту всю большую тиранту сделал? Особенно при продаже. Очень важно спрашивать. Зачем вам сайт? Зачем вам нужен этот сайт? Для продвижения. Следующий вопрос, прям, очень логичный. А какого продвижения? Что вы хотите? Где вы хотите продвигаться? То есть, если у человека даже нет цели в виде цифр, количество продаж, количество трафика, там, не знаю, количество средний чек и так далее, то хотя бы спрашивай, какие направления продвижения он для себя ведет. Понимаете, о чем я говорю? Есть продвижение, сейчас мы потихонечку переходим от целей, переходим к стратегии продвижения. Есть у нас, давайте, какие инструменты есть в продвижении в интернете? Контекст есть? Яндекс Директ, Гугл Экбордс, Ремаркетинг, Ретаркетинг, да, это все то, что у нас относится с вами к контексту. Какие еще есть? Знаете? CPC, да? CPC. CPC и партнер, да, классный инструмент, там можно сразу практически привязываться к оплате за проценты продаж или за еды. Классный инструмент, да, еще какие знаете? СЕО-подвижение есть? Есть СЕО-подвижение, продавали когда-то, да? Социальные сети. Есть такой инструменты продвижения? Есть. При помощи чего мы можем очень дешево их продавать повторно? Какие есть инструменты? Емейл-маркетинг. 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 Смотри, когда у тебя уже милая продажа состоялась, да, все у тебя есть, этот лид, ты ему продал, стейк, ты ему продал. И дальше он у тебя в целом зафиксировался. И с этим лидом можно дальше продолжать работать. Ему можно делать рассылку смс, если у тебя есть мобильный номер телефона этого лида. Ему можно делать емейл-рассылку, если у тебя есть его электронная почта. Кто знает, как выглядит СЕО-продвижение вообще? Ну, кто знает, что такое СЕО-продвижение? Все знают или не все? Ребята, реагируйте, пожалуйста, мне важный пример. Ты не знаешь, что такое СЕО-продвижение? Примерно. Нет, ну, нет, неважно правда, потому что, ну, я не знаю, что ты узнаешь в видео. Я ничего не знаю. Про пробвижение в интернете я ниже, чем дно. Ты классный золотой слушатель вообще. Тебе можно все рассказывать, но у тебя все будет много. Ну, то есть я сейчас расскажу про то, как, перейдем к блогу про то, как правильно сделать сайт, чтобы он, когда ко мне придет в компанию, мы сделали сайт, да? Он пришел ко мне в компанию на продвижение. Мои эксперты после предварительного анализа говорят, что он сделан неправильно. Клиент ему так волосы, да? Он говорит, я отталку, она меня вернула за сайт. Как неправильно? О чем вы говорите? И тут, ну, нужно, так как я работаю с партнерским отделом, да? Я работаю с партнерами. У меня есть партнеры и разработчики, и дизайн-студии, и консалтинговые компании. То, когда ко мне приходит проект, который реально неправильно сделан с точки зрения его дальнейшего продвижения, ну, то есть учитывался классный дизайн, который хотел бы генеральный директор, правда? Да, генеральный директор, который по дизайну был сделан. И причем часто очень бывает такое, что именно с дизайна почему-то начинается разработка сайта. Ну, то есть вот так поверкаются все этапы, да, разработки проекта. И почему-то с дизайна стартует разработка сайта. Чуть позже. Чуть позже. Тут важно от тебя вопрос как от продавца. Вот ты формируешь вот этот алгоритм, да? Ну, вообще, как будет жить у тебя в компании проекта? И что снимет с этим проектом дальше после того, как вы его отпустите в интернет? Да, что с ним будет происходить? Очень от тебя многое зависит. Потому что задать вопрос, хотите ли вы его продвигать, и как вы его планируете продвигать, я отмечу. Если нужно, я оставлю обязательно контакты свои, да? Если будут какие-то вопросы, вы будете со мной связываться, и я с удовольствием с вами буду общаться. То есть я оставлю контакты, ты можешь мне звонить и консультироваться на эту тему. Я с удовольствием могу. Но когда приходит от партнера проект, который сделан неправильно с точки зрения SEO, здесь очень аккуратно надо выносить информацию клиенту, потому что он может обидеться как на меня, потому что я имею в виду, что у тебя сайт неправильный, так и на того, кто этот сайт живет. А репутация, как минимум деньги мы не получим, как максимум страдает репутация, вопрос чья, моя или того разработчика, который пришел к ты. Так вот, что такое SEO, продвижение? Есть какой-нибудь проект, который недавно завел, который связан с продажами через интернет? Ситилинк? Ситилинк. Ситилинк, такая история. Там с точки зрения SEO как бы все понятно. Это проект, который и продвигался в SEO, и будет продвигаться в SEO, потому что без SEO он будет жить, получать гораздо меньше прибыли. Вот, ну, на порядок меньше прибыли он будет получать без SEO. SEO, канал ему генерит львиную долю трафика, дешевую трафика, самого дешевого трафика для первичной продажи. У него очень много есть трафика, связанного с возвращаемостью, как раз с email-рассылками, связанными с возвратом тех, кто уже купил их. Да, там всякие программы лояльности, личные предметы и так далее. Есть тут в социальных сетях генерится трафика. А вот именно новая продажа, новый трафик, самый дешевый, всегда дает только SEO. При этом, есть такие случаи, недавний случай, застройщик, девелокер, ну, такого среднего плеча девелокер, не ему, там, не, там, ну, бесплатный, да, такого среднего плеча девелокер звонит директор по рекомендации, директор по маркетингу. И, ну, таким криком о помощи говорит, помогите выдвинуть. Мы полтора года днемся с линейным трех подрядчиков, не можем выйти в топ-10 по SEO. Называйте сайт. Ну, точнее как, мне уже, мне вот этой фразы достаточно для того, чтобы на этом моменте ей сказать, вы никогда не увидите. И никогда не увидите, да, вот таким вот образом закончится ей разговор. Ну, вот, там идет уточняющий вопрос, по каким запросам вы пытаетесь, за что вы платите, да, вот, ну, за какие запросы вы хотите выйти в топ-10. Я очень хотел бы услышать в тот момент брендовые запросы, ну, то есть вот то, что связано с конкретным данным живым комплексом. Запросы, ну. Они даже, ну, дом, знаешь, это такое вот, ну, никогда не считают, на мясо связано с другая история с домом. Общие коммерческие и некоммерческие запросы связаны с куплей-продажей новостроек, вообще купить квартиру. Купить квартиру в Москве, купить квартиру на стройке, цена на новую квартиру на этапе фундамента, там, и так далее. То есть, запросы, которые, по которым их сайт, монобрендовый сайт, одного жилого комплекса, никогда в жизни, может, при текущих условиях транширования Яндекс.Новый блок, никогда в жизни не выйдет по этим запросам. Единственное, по каким запросам они могут. И практически без SEO-продвижения будут в топ-10, это только запросы. Жилого комплекса, ну, например, да. И директор по маркетингу вот этого вот девелопера, да, может быть, не его вообще задача знать это. Ну, наверное, не его задача это знать. Но такой правде она не была до того. Потому что они все хотят находиться в топ-10. Почему не спрашиваете, а почему они выйдут в топ-10? Интересно? Или... Они выйдут в топ-10, потому что Яндекс и Google по этим запросам... Ну, давайте так. На конкретном примере прямо сейчас посмотрим. В основном гуглите. Или Яндексом пользуетесь. Ну, я не знаю, я люблю больше Яндекс. Патриоты, наверное. Так. Купить квартиру в новостройке. Берем запрос такой? За миллион десять миллион десять на не месяiz за облашин. А?! За миллион десять миллион месяц запрашиваем. Штуц, где сейчас… За облашином таны. Частотность мы можем посмотреть Вот ставьте... Там на 구 nine app только зайти будет. Нет аккаунта. Я не знаю, какая частотность у этого запроса. Но за него, теоретически, надо купить квартиру в новостройке застройщик-мониторную, да? Ну, у Яндекс есть подсказки, знаете, да, что это такое? Теоретически, там, сегодня, смотрите, тут он монитор, на экран. Вот сегодня, допустим, купить квартиру в новостройке вот здесь вот расположено, да? И у него частотность, там, сто раз за месяц, например, у него спрашивают. А завтра Яндекс возьмет его и вот сюда поставит на первое место. У него частотность прям взлетает с этого запроса. И, естественно, цена на такой запрос в контекстный рекламе, да, вот в Яндекс. Все знают контекстный реклам? Так? В Яндекс.Директ и Google AdWords цена у такого запроса, ну, в Яндекс.Директ очень резко возрастает, там, ставка за переход. Купить квартиру в новостройке. Мортон, Авито, Циана, Аваха, Риэлти, квартира в Москве, Инком, МСК Гуру. То есть это сайты двух характеров. Двух характеров. Первый – это сайты очень крупных девелоперов, которые на своих сайтах содержат очень большое количество объектов. Понимаете, да? То есть сайт Мортон, а там у него куча жилых комплексов, там, ну, сколько там, полмассы не заставят, еще и в регионах. И все это на одном сайте. Это для него очень большое количество предложений на сайте. То есть если я делаю запрос без бренда и без привязки к какой-либо диаграмме, то есть не на юге Москвы, да, а просто купить квартиру не настройки. Вообще Яндекс не понимает, что это вообще, где я хочу купить квартиру. Ну, для него это вообще не понятно. И он мне выдает сайты с максимальным количеством предложений. Для того, чтобы я мог на этих сайтах свою потребность удовлетворить. Так работает сейчас алгоритм, да, у Яндекс. У монобрендового сайта, у монобрендового тот, который один живой комплекс, там, или один, ну, квартал даже, пускай, продает, никогда в жизни все здесь в сайте не получится. Потому что Яндекс это невыгодно делает. Потому что мне невыгодно увидеть этот сайт там. Мне нужен сайт для агрегатов типа Абита, там, новостройки.ру, ну и так далее, да, там. Или сайты застройщиков-девелоперов, которые строят и продают в очень много времени. Когда я изучил эту правду, она как и не была готова. Ну, вот она обиделась. Реально обиделась. И пошла и сказать дальше. Вот самый продукт заключается в том, что она пошла и сказать дальше. Те, кто есть наши солдаты в этом мире. Вот так работает, ну, там, мышление иногда у людей, которые руководитель отдела маркетинга и девелопер. Так, где на минуточку стоимость одного лида в контексте, ну, в Яндекс Директ, чтобы один звонок состоялся, цена такого лида может стоить примерно 5-6 тысяч рублей за один звонок. Еще один пример, в эту же тему, когда я сейчас про цели чуть-чуть назад вернусь, да, про цели. Звонок. Вот моего очень давнего партнера, которого мы продвигаем очень часто, у него 4 бизнеса, 4 сайта, все очень хорошо. Он рекомендует меня, мне звонит его там партнер через партнера. Мы сейчас инвестируем 200 тысяч рублей в Яндекс Директ, в контекстную рекламу. И нас не устраивает то, как работает текущий подрядчик, он не выполняет свои обещания. Я говорю, что за обещание? Ну, как бы у меня там сразу на цифры, да, вопрос. 200 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, он за эти деньги в месяц, ну, это месячный бюджет, пообещал 15 лидов в день. Чтобы долго вам не считать и мне, я сейчас сразу скажу, это примерно 500 рублей за это. 500 рублей за это. Следующий вопрос, а что продаете? Это, ну, для дохода чуть ниже среднего, ближе к среднему, для людей с доходом там ближе к среднему, поселки по Новой Риге, там километров 50 где-то от Москвы. Ну, я не сразу ему ответил, мы проанализировали, я позвонил коллегам Бару Медиа, забрал вопрос по поводу контекста и пришел в следующий ответ. Ну, с учетом его целевой аудитории, с учетом там емкости рынка, географии рекламы, 6 тысяч рублей за звонок. То есть выполнить вот это обещание с такой ценой за лидов можно при бюджете, там, 6, ну, больше 3 миллионов рублей. Он вот с такой цифрой сидит, ожидает, с таким вот бюджетом сидит, ожидает, что у него пойдут продажи и люди. У него, видите, кто показывает объекты, как их зовут? Риелторы. Ну, агенты, да, они сидят без работы. Тоже не очень был готов услышать вот эту правду и проект тоже не состоялся. Хотя он пришел с очень высокой лояльностью от очень довольного работать с нами клиентом. И проект не состоялся, просто, ну, он не готов не ноль сюда прибавить, да, ну, то есть он 2 миллиона ударить или 2 миллиона ударить. И донести этому человеку, что, смотри, если не контекстная реклама, да, вот, сейчас объясню, что это такое, если кто-то не знает. Вот это контекстная реклама, вот слово реклама, слово реклама, слово реклама. Вот сейчас там в 7 часов вечера, ну, без 10,7, поэтому купить квартиру в новостройке, давайте так, в Москве чуть-чуть снизим частотность, чуть-чуть снизим частотность запроса, но при этом повысим цену, потому что мы более конкретный запрос сделали. Я не знаю, сколько сейчас там может стоить реклама, но вот в текущий время звонков очень много, особенно с мобильных версий сайта, потому что в пробках люди могут ехать, и в это время именно мобильный трафик очень сильно может реагировать на такую рекламу. Соответственно, размещение вверху, там, самая верхняя строчка, она может влечь за собой, там, 10 долларов за рекорд, или 5 долларов, нас в доллар за рекорд. Ну, кстати, щупайте, да? Так вот, когда сайт приходит к нам на продвижение, мы сейчас переходим к заключительной части моего сегодняшнего, нашей сегодняшней встречи. Первое, что я спрашиваю, каковы цели? Ну, понятно, что если он ко мне пришел, он пришел на продвижение, да, значит, ему надо двигать сайт, ему надо двигать, развивать бизнес через интернет, и я спрашиваю, каковы цели продвижения? Ну, для меня это знак того, что человек не до конца в этом разбирается, такой часто встречается, это некая правда, с которой, наверное, он умеет жить и работать. Помогаем в этом случае, да, задавать вопросы, хорошо, вот продвижение какое хотите? SEO, контекст, социальные сети, там, не знаю, видеоконтент, там, партнерские сети. Останавливаемся на том, что у него бюджета не очень много и ему нужен реально SEO. Оцениваем сайт, который пришел, ну, с ним вместе, да, приходит, и понимаем, что у него, ну, структура сайта, структура сайта, она, ну, нам очень нравится. Она совсем не соответствует тому, что должен, как должен был быть реализован сайт с точки зрения SEO. Давайте там, я, если даже увидят, сейчас, ну, видеозапись будет выложена, да, если даже увидят там владельца сайта, ну, я приведу пример, там, недавний пример совсем, да. Я надеюсь, они мне простят. Предыстория. Они год назад примерно копировали, собирали предложения по рынку, кто готов сделать сайт, там, ну, собирали предложения. Были у них предложения от 30 тысяч рублей, там, до полутора, по-моему, миллиона рублей. Выбрали они компанию за 300. Наше предложение в этот момент, год назад, составляло 600 за разработку. Они год, ровно пробычились год с этой компанией, которую выбрали за 300. И сайт был сделан неправильно с точки зрения структуры, потому что на нём не реализованы разделы и подразделы, там очень большое количество, ну, блоков и запросов есть, да, вот, 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 у перепостов из Китая. У них есть часть услуг, которые вообще даже разделы не реализованы. То есть не будут направить вот эти запросы на сайте. То есть структура реализована неправильно. У нас не хватает подразделов для того, чтобы этот сайт подъявлять по всем запросам, которые им нужны. Понимаете, что я говорю? Не это даже страшно. А страшно то, что у него два города. Российский. Голова у них находится в Хабаровске. А офис, ну, московский предстоятель, в Москве. Со стороны там Минск и ещё там СМГ, да? Минск, да? А, Китай. Китай. У разработчика не хватило знаний даже на то, чтобы посадить, ну, куда-то продвигать на одном сайте два города без поддоменов. Они не продвигают. Они продвигают или Хабаровск, или Москву. То есть у них не получится продвигать и там, и там. При этом, ну, наша рекомендация, которая последовала, да? Когда они через год к нам пришли, причём привёл их партнёр. Там один на консалтинговой компании нам привёл, посадили за стол и сговорили. Ну, дали рекомендацию, что, ну, Москву надо оставить на основном домене. Даже несмотря на то, что здесь просто дополнительный выпуск, да, в Москве. Но конкуренция очень далека по сравнению с Хабаровском. Поэтому нужно в Москве оставить на основном домене. А Хабаровск вынести на поддомен. Все понимают, о чём речь идет? И можно поддомены, и просто сговорить. Поддомены. Поддомены. Без этой стратегии он в топ-10 в Хабаровске не выйдет. А если, наверное, странная стратегия? Тут надо выбирать. Яндекс-каталогию можно внести, там, по-моему, в 7 регионах. Да, я наверное, закрепляю свою региону на сайт. Сайт. В 7 регионах. Но! Есть определенный алгоритм у Яндекса. Сейчас попробую тебе объяснить вам. Какой? Если я житель города Екатеринбурга. Сижу в городе Екатеринбурге и ищу компанию, которая мне под ключ доставит сборный груз из Китая. Все виды услуг. Вот их виды услуг. Я, делая запрос, живя в городе Екатеринбурге и находясь здесь. Яндекс объединил моё дело в Екатеринбурге. Он мне всегда... Ну давай эксперимент сделаем, в принципе, что намешает, да? Визуально я тебе сейчас отвечу на твой вопрос, и тебе всё станет понятно. Так, доставка сборных грузов из Китая. Ну, прям такой запрос и сделаем. Какой у них Хабаровск. А? У них же Хабаровск и Хабаровск, а не Екатеринбург. Можем Хабаровск сделать? Да, давай Хабаровск сделаем. Ну, ты спросил, когда много регионов, да? Ну, где там первый, там, региональный какой-то крупный город, там Екатеринбург для меня или Новосибирск. Так. Давай Хабаровск посмотрим. Почему доставка сборных грузов, а не сборного груза? Как думаешь? Они B2B-сегмент, они с физиками не работают. Они работают только с юриками, да? И, теоретически, доставка сборного груза из Китая, там, высокий процент в частотности этого запроса, скорее всего, в физике. Или доставка посылки из Китая, да? Ну, это, там, 90-процентная вероятность того, что это физик спрашивает, а не юрик. У нас в Яндексе выдача чисто хабаровскими компаниями. То есть если и федеральные, крупные федеральные игроки, которые, там, поведенческий фактор такой себе накапливают, что Яндекс, имея и крупную компанию, достаточно на своем сайте с оптимизировать несколько страниц, раздавая контакты, адрес, реальный физический телефон, реальный адрес и реальный физический телефон данного конкретного региона и с оптимизировать несколько страниц без выноса на пандемию. Компании, которая охваживает, ну, два города или один город, ей для того, чтобы разместиться, правильно продвинуться по SEO в другом регионе, ей нужен там адрес, физический адрес и реальный номер телефона с кодом текущего региона. Для чего это делать? Причем с адресом тоже надо быть очень осторожным. А если взять адрес с потолка, ну, как правило, сколько конкурентов, то есть, ну, вот конкурент, он изучает Яндекс и в эту компанию, ну, в твоей компанию, если ты неправильно с потолкартами сделаешь, могут позвонить в реальный Яндекс. В такие случаи, ну, не очень часто, но происходит. Из Яндекса реально звонят, ну, не из Центрального офиса, с Влада Толстого, да, там, у них есть спецподразделение, где это находящееся. И запрашиваешь документы, подтверждаешь этот адрес. Такое происходит реально. И если вы не подоставляете этот адрес, документ подтверждает, что, например, договор аренды, договор собственности, или договор какой-то агентский, ну, допустим, вы агенты какого-то экономики в регионе, да, и его адрес домашний, который до этого возрастил, то есть он на сайте. Обязательно должен быть этот агентский договор. Если вы его предоставите, то Яндекс есть, он попросит вас или брать этот адрес, или он потом вас может поместить в ваш сайт. То есть такие случаи тоже происходят. Они не чисты, но они есть. Ну, если мы такие варианты, мы очень сильно насолили, я не знаю, случайно яндекс. Такое тоже происходит. Поэтому для эффективного контролируемого продвижения в регионах, когда идет услуга, ну, сейчас скажу, услуга, или, ну, регионов службы там не нужны. То есть ПЭК, Лидорадо, Ламото, УПП, им не нужны поддомены. Ну, они федеральными, доставка по всем регионам, у них это все отображено. Но вот для подобных высококонкурентных тематик, обязательно создание поддания тех регионов, на которых они хотят находиться в топ-3 и собирать трек. У них это на сайтах не было реализовано в случае зрения силы. Для того, чтобы сейчас это исправить, нужно как раз, ну, примерно дойти вот ту сумму, которая у нас изначально была выставлена, да, до 600 тысяч, ну, в течение, там, четырех месяцев. Мы готовы переделать сайт для выжимого формата. В итоге они просто ПЭК. То есть это может быть один и тот же сайт, но скользкость страницы с контактами или куда? Не совсем, там, смотри, прямо создаются страницы с текстами, со всем-всем-всем оптимизированным именно ПЭК. Но подразумеваемые эти слова, что-то, например, ЭК, 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 ЭК. Заголовки, тайтл, роботы XTR. Еще знаешь, какая фишка, очень важная фишка есть. Там для, опять же, эта робота-практика показывает, что в Москве, допустим, по этой же тематике, по этой же тематике может быть там запросов, список состоять из, там, 500 запросов, да, которые, ну, реально имеют частотность, реально относятся к этому бизнесу. А в Хабаровске всего, ну, 150, ну, объемность рынка. Всего 150. И, ну, логично, что на Хабаровском поддомене, ну, вот это, получается, запросов, которые просто нет в Хабаровске, ну, нет смысла под них оптимизировать сайт. Понимаешь, да? Ни детства, ни здоровья, ни страницы не нужно, ничего не нужно. Но в Москве для того, чтобы быть вот такой вот сайт, который имеет там разделы подразделы, соответствующие вот этим запросам. Ну, например, там, опять же, пример такой, что московская сеть сервисных центров, ну, такая, довольно-таки солидная московская сеть сервисных центров, продвигали и продвигали, в итоге выяснили, ну, не мы. Мы сейчас только-только их забрали, да, и переходим к разработке сайта. И вот как раз разработчики с оптимизаторами вчера, реально вчера, мы сидели, разработчики, оптимизаторы, и коллегиально обсуждали, как нужно правильно реализовать сайт, потому что на текущем сайте реализованы и страницы, и структуры, и разделы, и подразделы, связанные с марками, связанные с годом выпускного автомобиля, связанные с видами ремонта. А вот, ну, есть такое понятие второго поколения, ну, Mercedes Audi A6 второго поколения, да, Mercedes E-Class третьего поколения, ну, это поколение, да, у марковых автомобилей есть свои какие-то поколения, как выяснилось, да, и есть очень большая, причем, емкость рынка, большое количество запросов с большой частотностью, посвященной именно поколениям, то есть не просто ремонт Mercedes E-Class, а ремонт Mercedes E-Class третьего поколения, понимаете, да? Для этого нужно нам создавать на новом сайте разделы подразделы, для того, чтобы было туда посадить вот эти запросы. А до этого почему бы, ну, они и не видели, ну, т.е. тот, кто до нас повредал, они или не видели, или, ну, не понимали, или не знали, что есть вот этот рынок, какой-то ссылка, который тоже можно сыграть, для увлечения от людей. Ну, т.е. они теряли определенный кусок рынка. Причем очень серьезный кусок. Так вот, давайте мы сейчас прям заканчиваем тем, что, как правильно сделать сайт, который придет от вас, и мы его с удовольствием сможем взять там в продвижение, и клиент будет доволен, и вы с просадочками будете, и мы тоже сможем дать на нем гораздо быстрее результат, потому что его не нужно будет перелопачивать, да, когда весь сайт, там, корректировать структуру, еще раз говорю, там, глобально я имею в виду работу. Первое. Что будете продавать? Исходя из того, что будет продаваться на сайте, через сайт, мы составляем связи с запросами. Т.е. товар или услуга, товар, услуга. Т.е. товар или услуга, география, очень важный нюанс, продажа. Мы составляем список запросов. Мы, это оптимизаторы. Реально оптимизаторы, вот эти параметры, выбираем список запросов. Дальше. Видишь же оптимизаторы, под этот список запросов рулеводит у сайт. Это я сейчас рассказываю про очень логичный, поступательный этап разработки другого сайта, который будем продвигаться по SEO. Все то, что с контекстом, там понятно. Там юзабильность применили, конверсионные точки сделали, формы захвата реализовали на сайте, и все, и порогнали трафик, и получаем продажи. С точки зрения силы все гораздо интереснее. Потом на эту структуру, вот эта структура, иногда вместе с семантикой, иногда просто структура уходит к разработчикам. То есть на данный момент те партнеры, с которыми я работаю, именно студии, которые разрабатывают сайты, они очень часто, и это правильно, обращаются ко мне с тем, чтобы мы им нарисовали правильную структуру. для этого меня необходимо соединить с клиентом, или, ну, есть там список запросов, который позволяет нам вот это определение собрать семантику. Это основа перед разработкой сайта. Собрать семантическое регионе. Мы управляем эту структуру к разработчикам. Дальше на эту структуру прототип. В прототипе обязательно он логично учитывается, да. Опять же, прототип тоже должен быть согласован с SEO-шниками. Сначала с SEO-шниками, потом с клиентом. Потом, если клиент внес в этот прототип, прототип сайта, да, там, ну, давайте так, покин рисую страницу, внес в этот прототип сайта свои корректиры, опять к SEO-шникам. Потому что сейчас 800 параметров, которые Яндекс учитывает при ранжировании сайта, порядка 800 параметров. Один из них, наиболее важный, это поведенческий фактор. Все слышали про КПП? Ну, поведенческий фактор. Это то, как себя ведет трафик на сайте. То есть, насколько ему, мне, как посетителю вот этого сайта, удобно и просто достигнуть ту цель, за которую я пришел на эту цель. Звонок, или посчитать цены, или ознакомиться с информацией нужной, или оформить товар в корзине, или, там, не знаю, в окнах. Например, там очень-очень популярно, очень часто используются в оконной тематике калькулятор. То есть, там он будет почему-то в калькуляторе посчитать предварительную стоимость своего проекта. Там, типа, давно заложено, количество в окон, там, скорчество и так далее. И калькулятор на оконной тематике это то, что тоже очень предооценивается. То есть, помимо там 800 параметров, в этих листопараметах сидит поведенческий фактор, который, ну, напрямую зависит от юзобидности данной конкретной посадочной страницы, на которую приходит тракт. Прототип, то есть, еще раз, семантика, товар, услуга, которую будем продавать, география продаж. Семантика, структура сайта. На структуру сайта надевается прототип. И уже только потом делается дизайн. Почему? Потому что тот сайт, который пришел к нам с неправильной структурой, с неправильной структурой. Ну, что значит неправильная структура? Если мы не реализуем вот этот раздел и подраздел, то нам некуда будет сажать вот этот кусок запросов, и клиент просто теряет вот эту приемку страницы. Ну, все очень логично. Чтобы сделать правильную структуру, как правило, начинает лететь или главная страница, или страница разводящая, там, с каталогом, например, или, ну, с разницей, где у нас управляющий, да? Как правило, это вычет за собой дизайн. Ну, то есть, пускай не сильно, но дизайн надо корректировать. Поэтому дизайн, у нас этап 1, этап 2, этап 3, этап 4, пятый этап. Делается дизайн. Ну, потом уже программное творство и наполнение. Вот это вот логично, правильно сделанный сайт с точки зрения SEO-продвижения. При этом, вспоминаем, не все сайты по SEO продвигаемые вообще, да? Недвижка, помним, монобрендовые. Лендинги никогда не продвинутся в топ-10. Единственное, когда лендинги контролируют его, могут выйти в топ-10, когда по запросу доставка груза из Китая у нас будет домен доставка груза из Китая .rf и на этом домене у нас посаживает какой-нибудь Windows классный вообще, там, летящий, там, не знаю, 50% конверсий, да, взломал. Вот тогда при этом условии Яндекс, наверное, должен поставить, ну, при условии, что на нем хороший победительский фактор, хороший комплекс, на этом году Яндекс, это видно. Он его поставит в топ. При прочих других условиях, если доменное имя какое-нибудь, там, ООО, Ромашка Кампани Групп, там, какая-нибудь, да, которая продает шины, ну, например, да, и, ну, в жизни он в топ не поднимется. То есть, а, есть сайты, которые никогда в топ 10 по СЕО и выйдут, и в этом случае вот это все не нужно, и мы действительно начинаем с дизайна. Сарфу дизайна. Ну, структура сама собой разумеющаяся, так да, можно начать с дизайна. А есть сайты, которые надо спросить у клиента, ты хочешь дешевый органический трафик? Нужно тебе его увеличивать, если даже он у вас до приходов к вам продвигал этот цель, да, всегда нужно развить проект. Я не встречал еще ни одного проекта, который, ну, достиг своего потолка. Есть проект, достигающий своего потолка, когда вот здесь это не правильно, когда ограниченный за счет неправильных структур. Такое случается, там есть потолок. А когда в правильной структуре правила емкость рынка, опять же, еще раз за подсказок Яндекс, всегда появляются новые, новые запросы. Всегда. Раз примерно в 4-6 месяцев нужен список запросов актуализировать. Яндекс подсказки дает много новых запросов, и иногда низкочастотный запрос может стать средним частотным запросом на дорогу. Вот. У меня, наверное, про правильно сделанный умный, вот этот умный сайт с точки зрения СЕВ. это довольный клиент, это ваш, ну как бы, как это сказать, не пострадал не ваш, имидж не наш, имидж не пострадал. Это мы клиенту через какое-то время дали органический трафик, который у него генерит ему дешевого клиента, да, дешевый звонок и дешевую продажу. Ну, потому что контекст дорого, там, социальные сети это не прямой сформированный спрос, ну, все, даже мы заканчиваем это так и есть. Поэтому, если нужна будет помощь вот при таком возникнет такой случай, когда понадобится наша помощь, хотя бы на мой уровне даже, ну там, давайте так, я не люблю суровый склад, но консультации без денег, да, я готов, наверное, подключаться к проекту и, ну, давать какие-то рекомендации, потому что я пока работаю на свое имя, поэтому я готов это сделать без денег и помочь вам в каком-то проекте проконсультировать там, или вас, или трехсторонняя встреча с клиентом, я готов это сделать. Запишите на номер телефона. Ну, я его оставлю здесь на расстое, можете сфотографировать, а можете смотреть. Три. 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 не отомневаться. Буду рад помочь, спасибо, что я не для одного рассказывал про это. Для меня это очень важно. Я очень надеюсь на то, что вы потратили сегодня время, ваше время, Дорогое причем время С пользой Если есть вопросы Я с удовольствием на них сейчас отвечу Тогда спасибо вам большое Спасибо